Посмотрите, что нашел. Вот гусеничка, кушка и цветочек. Ням-ням-ням, ням-ням-ням. Вот такая вот, красивенькая, да? А мы все приближаемся, как Лизи Бурун, все еще приближаемся. Вот оно. А на очереди у нас Веспасиан. Веспасиан был сторонником Каллигулы. Но шел к власти Нерон. Нерон его не взлюбил, потому что Веспасиан часто засыпал на его песнях во время исполнения его песен. И он его накинул в ссылочку. Ну, или он сам сбежал, потому что понял, что лучше, побыстрее, согласно логи. Из сердца его. В общем, жил он себе спокойно, был беден. Был наместником в Африке римским. Но со своей должности, все же как бы в Риме, все со своих должностей, когда они были кем-то там, они пытались бы боссы поднять. А он что-то в Африке такой был неудачный, что ничего поднять не смог. Но говорят, что африканцы любили его. Да, но он не африканцы там, в Сирии он где-то был. Не знаю, кто там. В общем, любили его арабы эти. Но, а тацит пишет наоборот, что ненавидели. Так что, кому верить, кому верить, кому нет, я не знаю. В общем, то ли тацит уверить, то ли его тацит, то не уверить. В общем, был он таким бедным челом. Вернулся с Африки никакущий. Начал заниматься перепродажей мулов. Покупка-перепродажа. Это сейчас типа перекупы. Машины гоняют, он мулов гонял. Перекупы. Гонял он этих мулов, гонял. Нормально бабосики рубил. И тут ему такие говорят, а ты же вояка. Он, кстати, вояка такой грамотный был. Ну, да. Блин, надо там мятеж, короче. Не знаю, кого послать. Все какие-то бухали одни, ну, Рим. Бухали развратники какие-то. Кто бы этих иудеев подавил мятежных? Он такой, ну, поздавать. Ему, чик, войска. На тебе войска. Он нифига себе. Там ему нормально выделили что-то там. Четыре легиона плюс конницу плюс там. Все, что надо. Для того, чтобы он крепости эти мятежные подавил, разрушил. Ну ок. Ну ладно, чего уж там. Пошел и победил. Таки нифига себе. Ну ок. Чел, чел, респектуем. Респектабельно. Респектабельно. И, в общем, вот так вот. А потом он такой видит. Спокойно себе живет. Мулов дальше гоняет. Видит, а то, альба там, а то, этот, блин, Вители. Мочат друг друга. Что это? Зачем это? Кто это такие? Он думает, да я покруче буду, ребятки. И тут у меня твердый бизнес, перекупы, все как надо. Знаю, понимаю. В общем, он решил, да, пойдем, пойдем, да. Возьмем. Чего плохо лежит, надо брать. И пошел, взял власть. Вот единственный император, по которому, ну, один из, блин, не многих, но единственный, наверное, по которому пишут, что он никого не казнил. Вообще не любил казнить никого, убивать. И не любил доносчиков, никого не казнил. Не был гомиком. Не был нифига себе. В общем, был прилежным семьянином. И классным челом, в общем, всем помогал. Ну, странный. В общем, пришел в Рим, начал его отстраивать после пожаров. В казну, говорит. Но он был скупой, короче, такой чувак, такой в казну, все в казну. Говорит, бабла нет, бабла нет. Чтобы Рим нормально отстроить, нужно, говорит, 140 миллиардов сестерцев. Казна пустая. Ну, понятно, междоусобица там эти нейроны все просрали. Тут междоусобица эти все просирают. Там то да все. Что делать, что делать. И он такой раз. Все четенько там отстраивает, всем помогает. Такой... А надо обложить, короче, общественные туалеты сделать платными. Никто еще до него такого не делал. Все такие, ёпт, ты прикололся, что ли, ё-моё. Ну, ты шутишь, брат. Да не, норм. И, короче, пошло бабосики из туалетика, пошли. Ему приносят доходы. А они приходят и ржут его там приближенные. Он говорит, вот смотри, вот видишь, эти бабки. Они пахнут. Говорит, взял. Да нет. А ведь это деньги с мочи. Да. Ну, наверное, оттуда и пошла поговорка, что деньги не пахнут. Си-спа-си-ана. И, короче, чётенько всё отстраивает, всё развивает, помогает. Риттерам там платил за 400 сестерцев в год. Кефаредам. Это такие, типа, певцы. Играют, типа, арфа. Лира. Или арфа. Маленькая такая. Типа арфы. Маленькая, ручная. Кефареды. Им по 200 на, там, нехорошим, если заплатил. Всем, всем помогал. Поддерживал. Научных ребят поддерживал. Кто наука занимает, медицины. Кто занимается. В общем, всех поддерживал. Такой был чел. И, короче. Блин. В горку идти, это вообще жесть. Ещё что-то рассказывать. И. Ему такие говорят. Вот. Мы хотим тебе поставить, брат. За твои заслуги памятник. Из чистого золота. А он такой. Вот рука. Ставьте. Типа. Шутник. Пошутил. Ему такие. Круто шутишь. Он так же любил перекупать. Всё. Он же был перекупом профессиональным. Он всё равно. И во время императора. Перекупал. Всякие вещи. Короче. Когда он отстраивал Рим. После. Который был обезображен пожарами. Он. Сказал. Бабла в казне нет, ребят. Кто хочет, берите эти здания. Которые горелые, там, полуразрушенные. Восстанавливайте их. За свой счёт. И управляйте. Ими. Бабочки летают. И управляйте им. Вот такой хитрый чё был. У всех женщин, которые были замечены в пошлых сношениях с чужими рабами. А он приказал обращать в рабов. То есть она уже была рабыня. Если она была замечена. Хренак. Рабыня. Так вот. Любил продавать должности. Хочешь должность? Заплати бабосиков. На тебе должность. Так же он. Короче. Делал хитрый маневр. Он, короче. Видит, что чел какой-то коррупционер. Коррумпирован. Коррумпирован. Ага. Бабосы, ребят. Незаконные. Раздаёт. Земельки римские. Раздаёт. Он за ним следить, следить. Так продвинуть, продвинуть. Коррупционерчика пустить, пустить. Больше пусть раздаст. Больше, больше. Больше. И когда тот чувак. Уже наживал себе там состояние виллы. Там ёлы-палы. Там галеры. Наложницы. Он урон и в темницу. А ты, говорит. Такой плохой человек. Я тебе доверял. А ты вот так вот казённые имущества римских граждан раздаёшь. О, брат. И, в общем, таким способом он как бы легально зарабатывал бабосы. Для государства, для себя. Типа как губка, да. Раз такой водички туда навпитал. А он её раз выжал себе. А чё, тоже вариантик такой неплохой. Потом он, короче, каждое утро вставал до рассвета, делал свои дела, шёл, ел, отдыхал с наложницей. Потом шёл в баню. И был добр. А чё ему не быть добрым? С утреца с наложницей. С наложницей. С наложницей поотдыхал, наложницей-то. Чё, в день удался. Можно быть добрым. И, короче, умер он от лихорадки. Когда умирал, он говорит. Кажется, я становлюсь богом. И ещё такой, император должен умереть стоя. Когда он не мог уже встать, он такой. И умер. Попытался встать и умер. Правил он, короче, 10 лет. Ну, это, кстати, немалый срок. 10 лет. Если учесть, что те три чувака правили на троих 2 года. Там, ну, не знаю, ну, правил, в общем, ну, это считается хороший срок. Нейрон правил 14 лет. Август там дофига, там, что сорокет. Люди столько не живут. Сколько он правил, или 30, там, с чем-то. Или, да. Ну, август, а самое большее правил. Вот. А он, как бы, вот, тоже неплохо правил. Достойно помогал провинциям, городишкам, всяким маленьким. Тоже их все отстраивал. В общем, о людях заботился. Хороший был виспосянчик. У него был сын Тит, который после него пришел к власти. Вот. Субтитры делал DimaTorzok